Музак, адвокат дьявола ты, понял меня? То есть, если человек себя ведет культурно и, в принципе, ничего плохого не сказал, смысл мне его светить? А вот если он мне хамит, грубит, я это показываю, чтобы обезопасить себя. А я вчера был в приюте. Вокруг было 180 собак, все без намордников, без масок. А вокруг 20 человек и все в масках. С теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Маска на таком мероприятии – это признак участия в банде. Я хочу, чтобы вы это сняли, товарищ Булгаков. Телекан у вас там. Антон Николаевич для вас. Булгаков, адвокат дьявола. Не надо мне камеру в лицо пихать. Во-во-во-во-во. Зачем рукопригался на нас заниматься? Вы тоже журналист? Мы запрещаем снимать нас на камеру. Мы не разрешаем вам снимать нас. Вы не отойте. Почему? Я не хочу. Вместе запрещаем. Вы не дома. Не надо разговаривать с ним. Я разрешение отдала на съемку. И что? Я тебе не разрешаю себя снимать. Вы разрешала себя снимать? Да убери камеру, вы мужик или кто? Камеру убери. Уберите камеру. Уберите камеру, не снимайте меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Я еще раз прошу. Уберите камеру. Мне нет 18, мне можно не снимать. Я в суд потом подам, когда говорили. Это не твоя территория, не надо тут снимать. Он глупой, он не понимает. А пальцем не хотите спину тыкать? Нет. Вы меня сейчас пальцем ткнули, да? У меня к вам просьба, не тыкайте больше людей, не подходите к ним сзади. Меня просто удивляет ваше отношение. Ну я же вас пальцем не тыкаю в спину. Вы меня сейчас пальцем ткнули, да? Это мой палец-то, господи, блядь. Еще и материтесь. Это что, это вот такой дегалог, да? Вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да, подходить, а потом говорить, что вам кажется. Вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем в спину. Я вас тыкнула, Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканем докопались? В смысле отойдите? Я же вам не говорю, отойдите. О, первый раз, первый раз, пожалуйста, прозвучал. Я ждал, благодарствую. Обращайтесь. Вот она, ваша культура общения, девчонки. Наш руководитель Балабол. Вы что, совсем бредитесь? Вы думаете, помогает? Не, ну серьезно. По поводу чего? Уже столько обращения с животными. У меня просьба, держите язык за зубами. Да, у вас очень нехорошие языки. Как тебе твои дети в старости так же воду подносили, понял? Ой, спасибо. Ты когда турнил за вас, за бабу, у него придурок. Вы живодеры? Вы живодеры. Вы помогает живодеру, сам живодер. Сумственно, отсталое заболевание называется. Оно не лечится. И послали в жопу? Да. Иди на работу, работай. И Булгакова укройте на работу. Снимай, ***! Рот, закрой, мразь! Ой, ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Тобой заинтересуются и сотрудники за то, что ты пристанешься валить. Да? Ух ты! Сумма вами заинтересуются, ***! Я мать, 4 детей. И вчера действительно позвонили с опеки. Ну, поэтому они все убирают. Я вам объяснила. Да не говорите все одновременно, я же вас не слышу. Я вам один раз объяснила. Это не история, поэтому они все убирают. И так каждый день? Ну, вот такой вот первый раз. Девчонки, я же вас не слышу. Вы все одновременно говорите. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Как ваша рука? Зажила? Да. Да, спина тоже позвоночник зажила, когда мне его сломали. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Респондент Евгений Неупокоев приехал. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист так и так. Я понимаю, что если камеры выключить, я отбить начну. Молодой человек, а зачем вы зашли на территорию? Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Вообще не реагирует никакой реакции. Еще я с кашлям с таким. Ну что вы, что вы на него напали все в десятером? По одному говорите. У меня совести не хватает зайти на чужую территорию. Ни туда, ни сюда. Ой, не кричите. Вы что кричите? В чем бред? В том, что я вопрос задал? Вы свое мнение пытаетесь выдать за мое. У меня пачка документов, доказывающая обратное. Официальные документы. А у вас все на слова. Так пойдемте сейчас. А зачем? Я хочу каждый день приходить как баба. А, вы хотите. Вы хотите. То есть это ваше желание? Это мое желание. Я человеку вопрос. А почему вы вот на этот участок не ходите? Ну так расскажите это все. А зачем мне вам рассказывать? Вас просто подставили конкретно. Вам выделили участок абсолютно непригодный. Как после войны. Есть земля. До свидания. Так у вас тут газ. Вам скважину надо бурить. Это не ваша территория. Это не ваша территория. Еще напишем и не одну. Запишите. Опять заходят. Выходят и заходят. Прям как мультики. Ломают калитку. Начался вандализм. Я никого не защищаю. Включи мозг. Я в шоке. Я освещаю. Справа не ваша территория. Незаконное проникновение. Вызывайте полицию. Вызываю уже полицию. Вызывайте еще раз. Вызывайте. У нас все видео есть. Вызывайте. Я с ними не работаю. Я сам по себе. Да, конечно. Если вы ко мне обратитесь в какой-то проблеме, я вам тоже помогу. Нет, спасибо. Ваше право. Вам документы нужны, доказывающие, что Максим Зырянов является законным представителем. Жестокого обращения с животными нет по факту. Пойдемте, я покажу сейчас. Это не мое мнение. Это мнение ветеринаров. Я сейчас покажу вам, что есть жестокое обращение с собаками. Не надо на меня кричать. Это мнение ветеринаров. Это не мое мнение. Мы сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными. Вот полиция присутствует. Полиция, да. Вы что, совсем бредите? Вы думаете, что мы отраникajes? Нет, ну серьезно. По поводу чего? Мы сейчас вызовем полицию за жестокое обращение с животными. Вот полиция присутствует. Полиция, да. Для того, чтобы воды налить. Они бегают с нами с камерами за нами. Они бегают, снимают репортеры. Они провоцируют птизя. У вас только деньги истышно. Деньги, 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 деньги. Бросим покинуть территорию, они не покидают. Давайте освободим дорогу, сейчас машина поедет. Я вам скажу, что я президент. Вы мне поверите? Вот доверенность на Максима. Он имеет право представлять интересы руководства. Радоваться надо, чтобы человек с собакой играется. А вас все не устраивает? На показуху, конечно. Вас все не устраивает? На скорость все устроит. При каких условиях вас устроит все? Два-три раза в неделю к нам приезжают беднадзор, прокуратура. Нас все знают. Везде у вас нарушения. Вот эти люди пишут в жалоба. Так покажите документ, что есть нарушения. Беднадзор позвоните. Документ покажите. Документ. Беднадзор позвоните. Вот наши, вот их документы. Мы сейчас можем за жестокое обращение. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждающий, что нет никакого жестокого обращения. Благодарствую. Много шума на этой неделе наделала история с избиением журналистов в Сургуте. Местер-репортер попал в больницу после того, как побывал на одной из городских штрафстоянок. Эти кадры сняты на одной из штрафстоянок Сургута. Несколько крепких мужчин избивают человека в светлой куртке. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. На самом деле журналист одной из местных телекомпаний. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал на спецстоянку по заданию редакции. Теперь вместо микрофона у него костыли, съемка закончилась переломами и сотрясением мозга. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Я журналист, так вообще не реагирует никакой реакции. И потом Артеменко начинает меня оскорблять, какой-то журналист, матерными словами. И все. Потом кричит, выключай камеры своему, я так понял, сотруднику. И он понимает, что если камеры выключат, отбить начну. И он понимает, что если камеры выключат, отбить начну. Отбить начну. И заламывает журналисту руки. Евгений Неупокоев лежит на полу лицом вниз, пытается сопротивляться. Так вы со мной-то поговорите, вы зачем про сотрудников Сургут Информ ТВ говорите? У директора штрафстоянки своя версия. На груди журналиста служебный бейджик, правда перевернутый. Внешне обычная белая картонка. А на этих кадрах начало драки. Директор стоянки выбивает у репортера камеру, тот в ответ бьет наотмашь. Как он мне сказал позже в машине, когда мы разговаривали, что сходу хотел вырубить. Что он типа тайский боец и рассчитывал, что с этого удара я должен сознание потерять. Я говорю, а что сразу не сказал по-нормальному, что тебе надо сделать репортаж. Дали бы тебе интервью, все как положено. Не было бы никаких вот этих вот нюансов. Он говорит, да как ты не подумал. Журналиста Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Вот одна из его недавних съемок. Сам же репортер пока не знает, когда вновь сможет взять в руки микрофон. Сейчас главное для него поправить здоровье. Здравствуйте. А вы журналист, да? Да. Вы тоже журналист? Мы запрещаем снимать нас на камеру. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Мы не разрешаем вам снимать нас. А вот же такие журналисты. Нет, мы это наши... Вы своих снимали, пожалуйста. Мне интересно, что сделает здесь человек с Камчатки. С Камчатки, что здесь делает человек? Вы в чем тут Камчатка? Интересуется. Я здесь, я здесь, в 25-м микровене живу. Интересно. А что такого, интересно? Что вас смешает? Просто интересно. А? Почему? Не хочу отходить. Понимаю, что если камеры выключат, отбить начнут. Я работаю согласно закону о СМИ. Имею полное право. Я не хочу. Это личное мое право. Мы находимся в общественном месте на улице. Да, в общественном месте запрещаем. Вы не дома. Я ничего причастного не снимаю. Не надо разговаривать с ним. Потом кричит, выключай камеры своему, я так понял, сотруднику. Я понимаю, что если камеры выключат, отбить начнут. А будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы журналист какой компании? Вообще не реагирует никакой реакции. Потом... Я журналист или компанией, а вы Евгений Неупокоев. О, вас не узнать. Как ваша рука? Зажила? Да. Все нормально? Да, спина тоже позвоночник зажила. Когда мне его сломали. Журналисты Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Ну и что? Вы же тогда как раз сетовали за тех, кто мне его сломал. Так я не в курсе, что там произошло. Я видел только, что у вас гипс на руке был. Ладно, мы ему пока это не будем. Что? Вообще не реагирует никакой реакции. Потом... А вы... Можно вопрос? Вы меня в прошлый раз спрашивали, что у меня счета, это... На зарубежных счетах много денег. Нитон. М? Мне сказали, что у вас имеют эти счета за граничный банк. Это правда? Да ладно. А откуда это не про вас? Нет, я не скажу в каком банке, я просто хочу узнать. Вы говорите, я защищаю права людей. Мы же должны на что-то питаться. Куда деньги берутся? Деньги на что? На правозащиту? Правозащиту, на исследование, на питание. А вы мне скажите, Евгений, я богат? Я не определяю богатство. А? Я не определяю богатство. А сколько у меня денег на счетах на зарубежных? Я не знаю. Я вам сказал, есть информация. Но насколько мне известно, у меня нет счетов на зарубежных банках. Я хотелось бы узнать, что... Я вот, например, работаю с журналистом, получаю деньги. Я хотелось бы узнать, что вы на свою деятельность отходите деньги. Вы на свою деятельность отходите деньги? Тружусь. Я программист, фрилансер. Вам хватает, да? Других доходов нет. Еле-еле хватает. Других доходов нет, да, с вашей даже правозащитной деятельностью? Я за правозащитную деятельность ни разу не с кого ни одной копейки не дам. Просто чего добиться-то? Если вы хотите какую-то правду добиться, ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Я работаю. Все нормально? Да, спина тоже позвоночник зажил. Когда мне его сломали. Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Я работаю. Вы выяснили, на каких счетах и в каких банках? Я не выяснял, мне это не выясняли. Не выясняли? А зачем вопросы задавали? Я не могу сказать по другой проблеме. Я тогда вам сразу сказал, что я веду только съемку и задаю вопросы. Материал я не делаю. Ну, то есть информация не подтвердилась? Я не знаю, что там с вашей информацией. Благодарство. Я не делал материал. Как вас? Все по-прежнему устраивает? Работаете, зарплату получаете? Да, у меня все устраивает. Благодарство. Я честно работаю. Я когда разговариваю. В маске тоже удобно, да, ходить? Отлично. А у вас нарушение маски? А, кстати, вот в прошлый раз вы на стоянке были с удостоверением. Вот посмотрите на меня. Я вот журналист, удостоверение у меня на груди. У вас сейчас удостоверения вообще нету, у журналистов. Ребята, ну вы же нарушаете законы. Блин, я журналист так и так. Нету, потому что я знаю, с кем я разговариваю. А народ-то не знает? Я не знаю. Я же вас не узнал дальше. Народ знает, прекрасно. Вы зачем подошли сами? Мы вас не знаем. Мужчина, вы зачем подошли? Мне интересно, вы на каком основании работаете? Согласно закону о СМИ? Вы можете обратиться в редакцию, вам официальную информацию зададут. То есть вы не можете пояснить? Я не обязан. Дайте нам пообщаться, пожалуйста. Какой-то журналист, матерными словами, и все. Я подошел, вы молчали. Отойдите, пожалуйста, немного. Вы не соблюдаете режим. А вы все соблюдаете, да? Да, мы все соблюдаем. Вы все соблюдаете? В масках. Все в масках, все... Знаете, очень больно смотреть, когда заходишь в автобус, и все сидят в масках. Ну, за такой короткий срок люди, ну... Я понимаю, о чем вы говорите. Вот, да. Да. Вот на данный момент я вот сейчас пытаюсь понять, как мне дальше двигаться. Потому что я сама не признаю никакие маски. Я вообще считаю, что это, конечно, рабский ошейник. И все такое. Избегаю всех мест, где нужно одевать маски. Но пока в городе все спокойно. Никто никого не ловит там без масок. Ну, я, по крайней мере, такого не слышала. И среди своих знакомых тоже такого не слышала. Единственное, что заставляют, да, одевать маски, когда стоишь на кассе. И когда едешь в автобусе. Вот эти вот места. Самые такие, которыми постоянно приходится пользоваться. И это наносит боль в душу. Вот как вот с этим бороться? Я не знаю. Смиряться. Если я смирюсь, то я превращусь в баранин. Ну да, Антон, видимо, есть причина тогда говорить. Ну да, я бы хотел Насте ответить по поводу баранов и людей. Вот я был вчера в приюте собачьем. Берегиня называется здесь, в Сургуте. Так вот там собаки превратились в людей. Я отношусь к ним как к собакам, но они превратились в людей. Понимаешь, да, я о чем говорю? Да. А знаешь почему? Потому что они намордники не носят. Но в транспорте их тоже заставляют одевать намордники. И намордники не носят в приюте, понимаешь? Да. Они хоть и собаки, но превращаются в людей. Да. А еще, Настя, я бы тебе хотел сказать. Вот ты была в автобусе, да, и там в магазине. Ты себя неуютно чувствовала, видя, как все люди в масках были, да? Да. Да, вот, кстати, здесь себя начинаешь ощущать белой вороной. А я вчера был в приюте, где приехали 15 человек. Даже там человек 20, наверное, было. И вот я себя вообще, я не знаю, я чуть ли себя собакой не стал ощущать, понимаешь? Потому что вокруг было 180 собак, все без намордников, без маски. А вокруг 20 человек и все в масках. Кошмар. В религии. Все в масках. И это называется свобода, это человеческое достоинство. Это и есть правая свобода человека. Я вообще был в шоке. Вот я себя по-настоящему дико ощущал. Где свои, где чужие. А вы все соблюдаете, да? Да, мы все соблюдаем. Вы все соблюдаете? В масках. Все в масках, все... К теми, кто приходит в масках, с теми, кто в масках, вообще не следует общаться. Они зачем их надели? Маска на таком мероприятии, это признак участия в банде. Все на расстоянии двух метров. А что за режим такой? Вам губернатор скажет. Да я с ней разговаривал, ничего не рассказал. А зачем вы голос повышаете? Я? Да. Я вас повышаю. Я вас повышаю. Давайте, я вас повышаю. Ваши группы поддержки? Дайте мне, пожалуйста, 20 минут. А против солнца не будет бликовать? До этого у нас случая, университетный секрет, чтобы не бликовало. Что? Чего не торпуют? До этого университета у нас случая. Ага. Чтобы не бликовало. Не, ну у вас не то, что университет, у вас техника по современнее. У меня-то вон мыльница обыкновенная. Я бы телефон снимал, не то, чтобы больше. Ну, телефон-то у вас. Нет, телефон у меня дешевый. Да? Ну, не знаю, у меня вот проблемы возникают. Приходится обрабатывать специально. Я бы вам подсказал, как правильно снять. Но вы же опять про нас будете гадости говорить. Я про вас? Когда я про вас гадости говорю? Вы что? А вы кто? Вы тоже с другого информации? Агилда Сверлиния? Вообще, я не на работе. А? Я без информации. Все. Я же вас снимал, то есть на ком-то что-то. Просто после суда. А, вы оператор были после суда. Я был очень деликатно снимал. И ничего не выражался. Я вот у Евгения сейчас спросил, говорит, ну что, нашли сетаны в зарубежных сетах? Мы же нищие. Как вы понимаете, я оператор, я технически работаю. Ну, вопрос-то задаете. Сегодня я собачек снимаю. Завтра я буду снимать. Нет, подождите. Охрана, а после танцев. А что я про вас плохой-то сказал? Вы что? Вы сказали, был про всех. Я ли работник, государство, который сказал, что мы все продали. Я? Я вот не продажный. Я такое говорю? На есть бы, да. А где? На ютубе вашем канале. Я сказал, что вы продажный? В каком виде? Вот это допрос через СМИ? Да. А где, на какой минуте? Я знаю, у вас полутора часов видео-то не хватило. Вы знаете, я это видео, когда монтировал, и после монтажа, я его раскоп просмотрел. Я не помню там какие слова. А? Может быть, недословно. А, может быть, недословно. Подарите, дни, подарите. Подарите, дни, подарите. То есть, не продажный? Продажный, я сказал. Я не знаю. Это ваше утверждение? Хорошо. Ваше утверждение, что я так говорил? Это мой личное мнение. А? Это мой личное мнение. А, исценностное суждение. Ну, конечно. Да, неправильно поняли сами тебя, да? Когда смотрели свои мысли. Нет? Слух неправильно донес. Я смотрел ваше судеб. Ну, я же там такого не говорил. Нет. Ну, скажите-ка, на какой минуте? Давайте сейчас посмотрим. Ну, вот видите. Когда до правды докапываемся, правда никому не нужна. Правильно? Время 18.26. Полиции нету до сих пор. О! Евгений решил одеть удостоверение журналисту. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист так и так. Как ваша рука? Зажила? Да. Все нормально? Да, спина тоже позвоночник зажила. Когда мне его сломали. Сторонний зашел на территорию. У нас работает техника. Молодой человек, а зачем вы зашли на территорию? Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Вообще не реагирует никакой реакции. И потом... Еще я с кашлем с таким. Покиньте, пожалуйста, территорию. Выйдите, пожалуйста, за ворота. Вы за ворота выйдите, пожалуйста. Я исполняю обязанность к водителю. Что вы хотите? Сейчас подойду. Покиньте территорию. Сам же репортер пока не знает, когда вновь сможет взять в руки микрофон. Сейчас главное для него поправить здоровье. Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Еще я с кашлем с таким. Блин, я журналист. Так, так. Вообще не реагирует никакой реакции. И потом... Вы меня сейчас пальцем ткнули, да? Да, да. Девушка, а представьтесь, пожалуйста. Вы меня пальцем ткнули? Вы меня право? Вы меня слева в ребро, в левый бок ткнули. Вам даже кажется? Под видеокамеру вот... Вам даже кажется? В смысле кажется? Вот снимал. Вам даже кажется? В смысле кажется? Меньше представьтесь. Представьтесь, пожалуйста. Я народный депутат. Сходите в туалет. Что вы говорите? Мы называем реактивируем законы. Да идите. А вы что ко мне? Рукоприклассно применяете? А вы что не угрожаете? Нет, я вас спрашиваю. Вы меня не тыкали пальцем? Девушка, вы меня пальцем не тыкали? Нет. О, мне уже в угрозы начали поступать. И все. Потом кричит, выключай камеры своему, я так понял, сотруднику. Я понимаю, что если камеры выключить, отбить начну. Только что вот эта девушка подошла ко мне сзади и указательным пальцем слева в ребро ткнула пальцем и сказала, вам не кажется, что вам здесь не место или что-то такое. Ну, на аудио это все слышно. Ждем полицию. Полиции до сих пор нет. А что, я вам чем-то мешаю, девушка? Ой, ну вы же так зачем назад-то идете? Я вам чем-то мешаю? Да. А чем? Вы нарушаете мое личное пространство. Так между нами два метра. Вы могли бы отойти. А вы же сами ко мне подходили, пальцем ткнули в бок. Вы ко мне сзади подошли. То есть она мне соврала, правильно? Вы ко мне сзади подошли. Вы такой навязчивый мужчина. В смысле, кажется? Вам уже кажется. В смысле, кажется? Вам кажется. А вам не кажется, что вы нарушаете личное пространство? А вам не кажется, что вы? Отойдите отсюда. А вам не кажется, что вы? Вам уже кажется. Вот сюда это. Отойдите отсюда. В смысле отойдите? Вам уже кажется? В смысле отойдите? Отойдите отсюда. Откуда отсюда? Мужчина, вы не понимаете слово? у меня тут пальцем уже тыкали в бок вот девушка подошла и я здесь стоял под видеокамеру си тв снимала меня сзади не будет их я думаю не будет пальцем брызнули сказали вам не кажется что вам здесь не место и чё это вот и такой диалог да вот это и есть настоящее волонтерство тыкать пальцем сзади до подходить а потом говорит что вам кажется я вам вопрос задал вам понравится вам понравится если кто-то будет подходить к вам сзади тыкать пальцем в спину я не про вас говорю я спрашиваю вам бы понравилось такое подойдите пожалуйста я вас не слышу что сделал я не знаю эту журналист так пойдемте вместе поговорить и пойдемте пойдемте давайте сейчас их можно вас хочу знать зачем вы вызывали отлов я отлов называл а есть ли этому подтверждение скрины жены ваши скрины я могу написать все что угодно есть заказательства что я вызывал отлов какой человек предоставьте мне этого человека сатлова и он пойдет знает про это пускай при этом сейчас позвоните то есть мы можем вас написать заявление за клеветку то есть вы отрицаете это пишите отрицайте позовите этого человека сатлова позовите в пьяном состоянии вы вызывали отлов в приюте я не присутствовал присутствовали другие волонтеры сейчас говорите что я был пьяна в состоянии потому что этому есть подтверждение выразили свое мнение переписка и что вашей женой которая это подтвердила я могу с вами тоже переписывать и писать там все что угодно то есть она против вас идет правильно то есть она мне собрала правильно или кому она вам писала хорошо другому человеку которому она это писала группе в чате в чате что собрала она лжет она лжет правильно я могу показать переписку докажите что я был пьяный во вторых докажите что я вызывал отлов и потом поговорим хорошо нет подожди когда я месяц жила в уюте в машине ночевала когда приезжала отлов нет не было такого мы звонили ангелине мы писали ангелине что ангелина приехал отлов то есть нет подожди то есть твоя так сказать ладно не твоя наш руководитель балабол она же писала что она писала что я тебе говорю смотри давай хорошо давай по другому когда ты мне звонил пьяный саша подъехал я сейчас приеду я подъехала ты стоял пьяный с бутылкой пива было такое ты это помнишь это было напротив ангелине надо после этого через пару дней я тебе звонила я говорю я еду ночевать в приют и мне сказал ну как бы саш не надо я тут это ночую ну как бы да 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 девушка это ваша машина блин я журналист так так вообще не реагирует никакой реакции потом это ваша машина уль закрой машина у меня к вам просьба не тыкайте больше людей не подходите к ним сзади у меня просьба держите язык за зубами язык за зубами а что я что-то лишнее сказал да у вас очень нехороший язык ну как адвокат дьявола ты понял меня ну это ваше личное мнение да мое что вы чего вы на него напали все в десятером по одному говорите полиция сказал приехать сюда все в шести часа была алена слышишь что сотрудник полиции сказал в шесть часов собираемся все но я не знаю где там сотрудник полиции нам зачем полицейский нам нужны вы с договорами а не полицейский нам нужен нам полицейский не нужен я не собираюсь ему показания давать что мы заключаем договора где он не сказал что мы заключаем договора он сказал что мы это обсуждаем он сказал он сказал он сказал я на дня с тобой разговор ты говоришь я подумаю мы хотим видеть собаку мы хотим о них заботиться сколько вы можете говорить а пальцем не хотите спину тыкать нет да я не сахарный я не рассыплюсь со мной не такое было у меня просто меня просто удивляет ваше отношение к людям а где вы тут людей я например я человек я журналист при исполнении я же у вас пальцем не тыкву и спину а вы меня сейчас пальцем ткнули да а какой палец то господи блять шара понимаете шара у человека это еще и материтесь да потому что бесит уже не могу что бесит отойдите отсюда в смысле отойдите я же вам не говорю отойдите берите камеру вы вообще спросили мое право снимать я журналист имею право да что вы говорите я тоже свои права знаю мы находимся в общественном месте на улице мы не к вам пришли мы не приятного так и я не к вам пришел что вы мне указываете что мне делать мы ждем ангелин вот первый раз первый раз пожалуйста прозвучало я ждал благодарствую обращайтесь вот она ваша культура общения девчонки вы считаете нормальным что сейчас вот собаки сидят ни в одну неделю нету несколько дней вы знаете я вас хочу спросить вот в прошлый раз когда мы стояли здесь был вид надзор стояла полиция стояли болтовская Ангелина Игоревна вы стояли да болтовская мне сказала она стояла и угрожала а ты не боишься что твоего мужа уволят с работы и вы это прекрасно все слышали но почему то это я не слышал слышали вы нет потому что еще переспросили потом вы постоянно друг друга перебивали и ничего слышно не было мы кстати тогда не перебивали тогда все услышали даже которые врачи были с центра потому что на следующий день я к ним приехала они спросили по какой причине вам угрожают ну я я не могу сказать чего забор проходит что забор проходит кто а там нет территории может я не понимаю так это территория же не приюта ну какая разница у меня совести не хватает зайти на чужую территорию ни туда ни сюда а вот у кого то хватает вы прекрасно там ходите о чем вы говорите а мне разрешают вот меня меня максим пускает простите она у которой мы два года ухаживаем за этими собаками и нас туда не пускает мне максим дал разрешение он меня пропустил она в аренде она в аренде она в аренде в аренде а там честная территория я даже без разрешения имею право заходить как журналист но я этого не делаю на территории какой степанович не знаю к сожалению ваше множество можно вас попросить вот мы привезли воды не могли бы вы то как вам разрешать на территории вот сейчас взять и просто пройтись собакам а у вас вода закрыта да запечатана новая нет она не запечатана вы что совсем бредите не ну серьезно по поводу чего закрытая заменченная вода вы хотите сказать ой не кричите вы че кричите вот так обычно тихо в приюте никто не лает только птички поют ой не кричите вы че кричите вы че кричите нет реально я приехала напоить собак меня не пускают в чем бред в том что я вопрос задал а вы сочи что что вы спрашиваете эти бутылки закрыты запечатаны вы хотите сказать что мы можем отравить собак? нет я такого не говорил это ваше мнение вы свое мнение пытаетесь вытащить за мое понимаете не снимайте меня точно такой же точно уберите камеру не снимайте меня пожалуйста я еще раз прошу уберите камеру точно такой же вопрос задавал полицейский когда приезжал сюда он спросил а вот это все да помогают но а вот и продукты питания соответствует ехали кормить хорошо вот они принесли тут опять же они занесли собака отравил не повезли потом вы как будете это ваша или наоборот что-то чужое из опять же вопрос от вам конечно же ответственно не дело почему корм открытый который привезли его слова вы тоже считаете бреда подождите отходы привозят садика почему отходы открытые то есть вы сейчас опять темы на тему перебит вы сказали что у меня в моих словах какой-то бред во всех я могу занести я не буду их поить я не буду их поить но я сейчас занят немного я журналист вообще-то сюда приехал я приехал как журналист мне нет 18 мне можете не снимать я потом подам все договорились то есть твоя так сказать ладно не твоя наш руководитель балабол мне нет 18 мне можете не снимать я потом подам все договорились подавайте подам не переживай пожалуйста что а файлика не нашел файлик спросил ангелину не в машинке должны хорошо давайте поговорим давайте диалог а ситуации на разных вы на каком я на русском а вы на каком языке тоже на русском знач на одном или у нас разные русские языки что мысли должны мысли должны быть разными мы же разные люди ну так дайте свой давайте с вами запишем у меня пачка документов доказывающие обратно да ветеринарные заключения ветеринарные заключения акт осмотра акт осмотра все подписано официальные документы а у вас все на словах у вас все на словах хотите пойдем вместе покажите когда я хотела зайти мне так пойдемте так пойдемте сейчас я попрошу чтобы вас пропустили а вы хотите вы хотите то есть это ваше желание это мое желание а почему вот на этот участок не ходите я человек работающий есть определенный участок вкладывали свои денежные средства а в этот вкладывали добровольно добровольно конечно то есть нет нет если вы что-то требуете обратно тогда разве же разве жертвует добровольно требуя что-то взамен конечно да это не пожертвование если если что-то требует замены да не пожертвовать подождите мы не требуем какой-то материальной компенсации а что вы требует общение с собаками так и есть же график посмотрите на этот график вам он ничего не напоминает я я уже говорил что график не не это меня не устраивает меня не устраивает на основании закона вон там а вот смотрите там новый приказ вывесили приказ номер 15 кстати пожалуйста такие графики могут быть если приют не оформлен документально как-то не оформлен вот документы это региональная общественная организация защиты животных который ни слова о создании приюта где документы где положение о приюте а где диалог закончился на самом интересном месте а что должно быть положение о приюте конечно конечно так расскажи где то все а зачем не рассказывай если прекрасно это знаете а куда вы мне не задаете вопросе как будто я этот приказ это на печатал Вот, я говорю, когда Ангелина мне сказала, печати нет, я показывала. Вон там телефон указан, позвоните, спросите. И попросите поставить печать. Она при выдержке даже говорила, что печати нет, может это не я сделаю. Это опять же, да, не действительно, оно написано с 1 января 2020 года. Время 18.15, полиции нет, никто не приехал. Приехали некие волонтеры, приехала Сургутинформ.ТВ. В кавычках волонтеры. Да, в кавычках волонтеры. Приехали, потому что у них нет никаких отношений. Я читал устав, получается, никто не написал заявление о вступлении в ваше общество. До сих пор никто. Никто, да? Есть аудиозапись, когда я им предложил, чтобы они выбрали для себя более удобный образец волонтерского договора. И скинули мне. Я смотрю, Сургутинформ.ТВ приехал, это вот представился не упокоив. Удостоверения у него нету, перчатки он потом надел. Оператор точно так же, без удостоверения, перчатки позже надел. Выделили землю год назад, болото натуральное, без электричества, без воды, вообще техника не проходила. Они взяли, за год все отсыпали, все построили. Воду провели, электричество поставили. То есть можно... Двое ребят, да. А теперь отжимает обратно. Вот, Сургутинформ.ТВ пригласили. Тут якобы трупы, якобы собаки все в ужасном состоянии. Хотя вот, полностью пакет документов, все доказывает обратно. Мы работаем здесь, я постоянно живу. Все нормально, кормежка. А вас можно на видео заснять, как мнение? Да не думаю. Я вас замажу, чтобы не узнать будет. Можно? Подскажите, пожалуйста, вы часто видите Максима здесь на территории? Постоянно. То есть он работает постоянно? Постоянно здесь. А волонтеры утверждают, что здесь вообще никогда никого нет? Неправда. Здесь постоянно, каждый вечер, и кормят собак, приезжают постоянно здесь. Люди, здесь все время люди постоянно находятся. Вот Максима я вижу, постоянно гуляет собака, постоянно. Так что, не знаю, кто-то может, кто-то другого мнения, кто здесь не бывает. Но я здесь постоянно, потому что я работаю здесь. Ну, а вы видели, в каком состоянии был участок год назад? Или весной, когда они тут воду откачивали? К сожалению, год назад меня здесь не было. А технику часто здесь видите? Ну, даже наш трактор иногда здесь ездит, все у них тут, ровняет, все как положено. То есть много техник работало, да? А вы на самом участке были, нет? Нет, на самом участке я заходил. Ну, я заснимал, можете потом посмотреть это. Ну, я так-то со стороны вижу, я каждый день хожу здесь, и утром, и вечером. Поэтому, как бы, я вижу, что здесь все нормально. Благодарствую. Никаких голодных собак, и там, гранных, ванных я никогда здесь не видел. Поясни, пожалуйста, что происходит? Техника вот приехала не вовремя, шумит и забивает звук. Техника приехала, нам дали предписание переставить вот эти вот серые вагоны. Сюда, пожалуйста, гай. Вот, и сегодня утром позвонили, сказали, что завтра приедет с администрацией комиссия, и поэтому экстренно и срочно надо их переставить. А вам срок до какого числа выделили? Не помнишь? Нет, это я не могу сказать. Ну, у вас есть еще время, неделя, там, две? Они сроки такие делают, что это нереальные сроки. Нам давали неделю, чтобы мы полностью выровняли участок. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Там запах болота, и оно цветет. Заезжал бульдозер, повез на пузе, его шесть часов вытягивали, в итоге пришлось копать полностью там под ним. Переставили вагоны. А их у вас сколько? Вагонов? Да. Шесть серых и раз, два, три, четыре, пять на колесах. Всего? И бытовка. 12-13, да? Да. То есть вот на данный момент сейчас первый вагон переставляем. Как выделили технику, так вот исправляемся своими силами. Угу, благодарствую. 11 мая, балки убраны, все полностью. Предписание выполнено. Предписание выполнено, балки переставлены. Пять штук. Пока мы ходили, стояли, разговаривали, народ проходил на чужую территорию, через забор. Говорила, что спальч умер. В итоге Лера куда-то его сплавила, убрала вообще. Меня только не снимает. Угу. Я даже не знаю, это даже не собачьи, а какие-то в линзе. Издевательские условия даже для собак. Вот проникли через забор. Смотри, волонтеры проникают для того, чтобы напоить собак на территорию. Смотри, как собака пьет жадно. Вон та, бельная, бельная с черным. У которой ни кружки, ни миски, ничего. Максим, Максим, Максим их пригласил. А Максим же не является собственником этого участка, он не имел права. А что он так делал? А что он в команду и входит? На чужом участке. Он вас приглашал. Конечно, он сказал, позовите сюда, вы мастера. Я хочу что-то приглашать, это не его участок. Так приглашал или нет? Это не его участок. Ёкарный бабай. Пошли, пошли. Вы несовершеннолетник, не имеете права снимать? Если что, без сознания родителей. Снимать, снимать имею право, а вот публиковать нет. Вот, надеюсь, мне публикуете. Знаете разницу. Хорошо, публиковать. Но вы выставили в своем репортаже видео со мной. Да ладно. Да ладно, что сказали. Да ладно, лицо видно? Да. Ну подавайте в суд. Я подам в суд, потому что я несовершеннолетник, вы не имеете права снимать. Вы не можете подать в суд, может ваш представитель подать. Ну хорошо, мама моя подаст. Да пожалуйста, подавайте. Подавайте, чуху. Вы давали согласие, чтобы вы несовершеннолетних публиковали. Что? Давали согласие родители? Я не публиковал. Серьезно? Я могу показать, в репортаже есть видео. Показывайте. Хорошо, ну а вы можете объяснить, зачем вы так делали? Разрешения не было Я не публиковал В смысле не публиковали? В прямом Серьезно, если я сейчас покажу Ну ты показывай Ну а что вы на это скажете тогда? Чего скажу? У всех такой прикол, да? Типа Максим не вызывал отлов на собак Вы не публиковали, хотя это все в доступе, в интернете есть Вы нормально можете обосновывать Почему вы так делаете, зачем вы так делаете? Я нет, я не публиковал Как я могу обосновать, когда ко мне подходят сзади И пальцем тыкают Как это можно обосновать? Я тыкнула, Ирина тыкнула Что вы с этим тыканем докопались? А, девушку Ирина зовут, да? Благодарствую Настю зовут Учтем Так я-то вам что могу по приюту объяснить? Зачем малолетних людей снимаете? Никто их не снимал? Да в смысле не снимал? Вам показать отрывок, где у них есть в это вырезка? Если вы считаете, что я нарушил чьи-то права, обращайтесь в суд В чем проблема? Так вы обращайтесь в суд У нас какое? Правовое государство или что? Или вы меня решили пристыдить? А почему вы нарушаете права? Что нарушают? Я хочу по-человечески справиться Я считаю, что я не нарушил права Хорошо, я понимаю А вы член МКО Берегиня? Член МКО Берегиня? Покажите, пожалуйста, документы Потом предъявляйте претензии Хорошо, вы не хотите разговаривать? Предъявите на каком основании Предъявите Вот так обычно тихо в приюте Никто не лает Только птички поют Я приглашаю вам Вы не хотели Все тогда разговоры Вы не видели как А все, значит, волосерные Сами себе подготавливают документы Это новость Мне интересует Допустим, получается, что Мы просто На каком основании Да? То есть, мы делаем Нормально Значит, два года мы На незаботных основаниях Ходили Убирались Кормили Обслуживали Да я вижу Опять народ Без разрешения Проходит И самовольничает Это Света Которая здесь Работает У нас здесь Работает А, да Я ее не узнал Да, да, да Какое разрешение нужно? Какое разрешение Какое нужно? Ну, хотя бы Чисто человеческое А, еще какое? А когда Субботы я приехала Когда я в субботу приехала Чисто по-человечески Я спросила Можно мне по-человечески А что сказал? Нет Так они же график вывесили Вы сами же говорите За час Ну, не знаю Я ничего плохого не делаю Вы попросите Чтобы он график Переделал Нет, график установлен С 1 января 2000 года С 1 января 2000 года И по сегодняшний день Я беспрепятственная Меня никто не выгонял Лера, налей собакам воду Собаки сидят Я ходила Я сидела в вольере зимой Все это время Лера, ты не груби А теперь меня выгнали Я не уходила Плеск в какую-то А тут не ваша территория Неживание план Посмотрите За волота За волота Важно жирание Посмотрите Вы ходите за волота Пожалуйста Там написано Правда Нам закрыли Неживание Стоять на вашей территории Здесь Сжат Я вас прошу по-русски Вы смотрите Это не ваша территория Это же доказали У вас вот территория Это не ваша территория Почему мы не можем здесь стоять Потому что сейчас вы находите На нашем Нет Ваши ворота Это не ваша территория Ваша территория Обозначена чуть дальше Пожалуйста Воззывайте Ваши ворота Извините Пожалуйста Территорию Это не ваша территория Да? Ваша? Конечно Да Такая колдязь Это ваше Милицию Вызывайте Вызывайте Милицию Вызывайте Вызывайте Милицию Милицию За жестокое обращение Животное Ой Ой Прямо митик Не замканил План Бежурания Позовите Позовите Пожалуйста Она пришла к нам болтовскую ангелину, которая у нас сегодня собрала, простите. Пусть она выйдет к волонтерам. Для чего нас собрали, мы стоим час. Проникли на территорию, мы пошли в ворота, они все забежали сюда, посторонние люди. На чью территорию мы проникли? Ходят, кричат, митинги тут устраивают. Мы не кричим. Мы говорим, что мы проникли не на вашу территорию. План и желание покажи. Ну а как ждать? Тут посторонние люди зашли на территорию, не хотят уходить с территорией. Посторонние люди. Знаешь, что, опять выяснилось, когда деньги в пупы пришли, мы были не посторонние, а теперь посторонние. Снимайте все, снимайте все, она еще подберится. Вера, мы ждем от твоей мамы сегодня этих договоров. Вера, сейчас уже не может к нам уйти. Вот эти договора мы ждем. Мы ждем, мы ждем сначала документа в организации приюта, которого нет у твоей мамы, а потом уже договора соответственно. Нету? Нету. Уверена. Пойдемте, я тут сама подарю. Это не есть территория. Это не есть территория. Вызывайте, вы звали. Повтори, пожалуйста, еще раз. Садисты, кто еще? Почему собак нет воды? Почему собак нет воды сегодня 30 градусов? Почему вы зашли на территорию? Почему собак нет воды? Это не ваша территория. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Вы стоите не на своей территории. Пойдите с чужой территории. Мулгаков, адвокат дьявола, ты понял меня? У меня просьба, держите язык за зубами. Да, у вас очень нехороший язык. Мулгаков, адвокат дьявола, ты понял меня? Да? По предписанию отрицации представляете валюты? Потому что вы заняли... По вашей просьбе и по вашим жалобам. Да, ну потому что это не ваша территория. По которым вы пишете жалобы, кляузы везде. Потому что это не кляузы. Сколько вы написали жалобы? Сколько вы написали жалобы? Еще напишем и не одну. Запишите. Опять заходят. Выходят и заходят. Прям как мультики. Незаконно, правильно, ник, стерки-то манипуляции. Это не ваша территория. Да, замечательно. Справа не ваша территория. Ну и не ваша тоже. Незаконное проникновение. Вызывайте полицию. Да вызвали уже полицию. Не переживайте, уже едут. Вызывайте, у нас все видео есть. Вызывайте. Еще раз. Хороший. Александра? Александра, покинь, пожалуйста, территорию. Максим, а ты кроме этот оператора, кем мы сейчас в приюте работаем? Можно спросить? Или только алкоголь может распивать? Как тебе твои дети в старости так же воду подносили, понял? Ой, спасибо. Да, еще одно будет. Какое еще одно? Только уже будет не участковому. Серьезно? Будь прокуратуру, да. Миллион заявлений. Да, пожалуйста. Просто в них погрязнется. Пожалуйста, давайте. Пожалуйста. Пишите, пишите, пишите. Это, я не знаю. Пишите. Это какое-то заболевание, скорее всего. Компания отставила заболевание. Зачем собаке, когда надо писать заявление? Вот и все. Ну так вы же писать начали. Вы же всякие жалобы везде начали писать. А зачем вы уже третий раз туда ходите-то? Замей, пожалуйста, Саня. Там уже три раза четыре человека туда ходили, а вы все ходите-ходите. Вообще-то я там собрала воду, чтобы она там не стояла. И поставить вам холодно. Зашли в вагон. Что-то там делают собака. Если потом с собакой что-то произойдет плохое, мы знаем, на кого жалосты. Конечно. Ты даже он торопил? Конечно, да. Ты когда кормил собак, собака умерла. Ты забыл про это? Ты когда кормил собак, собака умерла, придурок. Я по-чего вам будем с вами выражать. И вот эти люди заявляют, что руководство здесь не появляется, а тут свинарник. Кто здесь развез свинарник? Подскажи мне, пожалуйста, Екатерина. А с кем ты? С телефоном? Вот, нормальный человек разговаривает с людьми, а Екатерина разговаривает с телефоном. Хотя бы пьяный отлов не вызывай. Спасибо. Не забудь выставить это. Это, конечно, выставлю. Вот посторонние люди проникли. Ходят по территории. Сторонние люди. Ходят по территории. Разливают какую-то жидкость. Это та самая инициативная группа Павмаги. Снимай, ***! Року трой, мразь! Ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. А тобой госавтоинспекции уже интересуются, не переживай. А тобой заинтересуются, что и сотрудники за то, что ты предстоишь завалить. Да? Ух ты! Я мать четверг детей. И вчера действительно позвонили с опеки и сказали, что написано заявление по факту жестокого обращения с детьми. Именно все связано с приютом. Что я их заставляю там работать, тягать тяжести и так далее. Как здорово. Саша, ты не хочешь покинуть территорию? Ну ладно. О, ломают калитку. Ломают калитку. Начался вандализм. Объясните, пожалуйста. Сегодня жарко. Почему? У нас в приюте работает техника. Вон там кран, площадка. Переставляем вагоны. А вот эти люди проникли на частную территорию. Стоят тут, митингуют. Что-то дают собакам. Почему с ноября 2019 года я имела право заходить, поить собак, чистить вольеры? А у нас не так давно люди, которые себя называют волонтерами. Оль, я отвечаю. Можно я отвечу на твой вопрос? Люди, которые себя называют волонтерами. Наталья, дальше все-таки решила пройти. Которые инициативная группа, помоги, вот это вот все. Запросили график. Чтобы был график. Мы сейчас все было законное дело. Да. Вы пришли в приют не по графику. Собаки хотят пить. Это преступная халата. Почему вы не выполняете свои обязанности? Вы свои обязанности почему не выполняете? Нормально. Собаки не напоены. Почему вы не выполняете закон? Я вам задала вопрос. Вы нам, я вам. Да, замечательно. Замечательно. Хорошо. Давайте будем так ходить дальше. А что ты можешь ответить? О, о, о. Все ломанулись, ломанулись. Вот так вот. И вот это вот, они себя называют зоозащитниками. Они готовы проникнуть на любую территорию. Вот так вот. Вот идут люди, непонятно, с бутылками, с какими-то. Ходят, гуляют, снимают тоже на камеру. На чью территорию мы проникли? Мы сейчас митинги тут устраивали. Мы не кричим, не надо. Мы не кричим. Мы ждем, но мы ждем сначала документ об организации приюта, которого нет у твоей мамы. А потом уже договора, соответственно. Нету? Уверена. Да. Ангелина Игоревна, а где наши договора? Ангелина Игоревна, где наши договора? Вы обещали. Ангелина, напишите. Не, вы нам сказали, вы сегодня подъехали. Познакомиться с договорами. Мы приехали, где наши договора? Договора наши где? Какие ваши договора? Мы же не спрашиваем, что у вас за слюб. Вы же сказали приехать на подписание договора. Где наши договора? Максим, вы же сами говорили. Ваши договора? Где ваши договора? Ну подожди, обычно руководитель должен составлять договор. Я вас не звал, да. А, вот так, да, уже? Вы можете выбрать, в интернете есть у всех интернет, вы можете выбрать для себя типовой волонтерский договор, который мы потом можем один раз обсудить. На основании этого типового волонтерского договора мы обсуждаем другой график для волонтеров, у которых заключен будет договор волонтерский. Все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, основании чего будет оформляться этот договор? Вы член НКО «Берегиня». Вы кто? Член НКО «Берегиня», покажите, пожалуйста, документы. Ага, покажите документ. Потом предъявляйте приют. Потом покажите документ на создание приюта, а потом уже. Почему вас организовали, а мы должны искать документы? Что значит волонтеры должны сами себе подготавливать документы? Это нонсенс. Ааа, меня интересует... Пошите, 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 пошите. А, что не надо? А, что не надо? А, что не надо? Отходите вагон-то, амператор, вон он сидит, он пьет, он хочет пить. Заснимите, что у него воды нет. МиhtindyивэтеNPORIO СССР. Ой 98С-3 «Барк Лж why?» Девочки, сегодня все скидки указывают. я хочу чтобы вы это сняли товарищ болгаков антон николаевич для вас у собак нет воды даже тарелки для еды для воды нету итак каждый день вот такой вот первый раз я лично нет беру мишу сложился не сами судьи Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вообще о каких договорах вы можете говорить? Вы к кому припеваете? Ко всем вот этим людям, которые проникли на территорию. Кроме меня. Кроме него, он это смеет. Нет, у них есть кто-то представитель. Я не знаю. Выберите представителя. Возьмите план наживания и посмотрите. Во-первых, это земля не их, поэтому они отсюда все убирают. Это они так. Они каждый день вызывают полицию. И заявления проходят, пишут, чтобы им не мешали свои дела черные делать. Да посмотрите, они без конца заявления пишут. Это вообще, как вы с вашей стороны, это похоже на приют? Вот посмотрите так вот. Ну вот люди создали приют. И не хотят, чтобы люди заходили сюда. Два-три раза в неделю к нам приезжают вид надзор, прокуратура. Нас мы там все знают. Вот эти люди пишут в зал. Так покажите документ, что есть нарушение. Подожди. Документ покажите. Документ. Так вот позвони. Вот наши, вот их документы. Вот сюда тёплые есть, да тоже? Везде. Ну тёплые, где собаки ходят? Нет. Вольеры только есть? Вольеры тёплые есть? Тёплые, по-моему, нет? Пройдите, посмотрите, в каком состоянии вольеры. Нет, нет, конечно. Так они только переехали, 9 месяцев здесь. Тут элементарно они кормят. Я вас умоляю, 9 месяцев. Вы спросите, чем они сегодня кормить будут? Попросите, пожалуйста, девушки. Тут вообще болото было, они землю уравняли. Воду мы разлили. Спросите, чем они кормить будут сегодня? Они ещё не кормили. Пусть покажут. Чем кормить будут? Спорить может бесконечно. В чем кормить? Ну покажите. Есть ещё вопросы? Покажите. А покажи? Покажи, не нам. Представителю из полиции, покажи. Ты живой? Тебя против. Ну что, я вызвал сотрудника полиции, чтобы вас проводить вот туда. Видите, как бы была изначально как будто угроза. Ну мы сейчас можем за жестокое обращение. Там собака раненая сидит. Им плевать. Никто не кинулся. По поводу жестокого обращения неделю назад была проверка. Вот есть документ, подтверждающий, что нет никакого жестокого обращения. А санитарная служба что у нас скажет? В каком состоянии вообще собаки? Собаки? Вот сейчас они в удовлетворительном состоянии, они видны, нет никакого там исключения. Да. Какие-нибудь собаки в критическом состоянии есть? Нет. Жестокого обращения по факту. Есть у всех вода. То есть жестокого обращения по факту нет? Нет. Есть просто недопонимание со стороны, с двух сторон. Со стороны хозяев и волонтеров. Вы, девчонки, я говорю, как-то общий язык находите, либо привлекайте третью сторону. Все ломанулись, собаки были. Бесконечно спорить. Собаки, помогите, пожалуйста, всех этих людей туда. И поедем тогда. А кто территорию закрывает? А? Территорию кто закрывает? Я. А кто у меня закрывает? Там дыры в заборе? Ну вот они, да. Постоять чуть-чуть муниципально. Дыры в заборе. Это что за работа проводится? Это предписание было убрать балки с чужой территории. То есть вот эта территория, я так понял, им не принадлежит. Они, когда переезжали, вынуждены, были вынуждены поставить балки. Сейчас убирают. Мы вызвали вас, и мы уже, ну а что нам терять? А что? Мы зашли. Территория была не их. Территория была не их. Территория была не их. Они ее закрывают. Один девять. Там собака с отторванной подушечкой. Там подушечка отторванная. Я писала. У меня отвезли. У меня свезли. Деятели. Собаки сидят, когда заражение будет. Ласка сидит с дырой в животе. Да? Там еще двое входят. Можно дырой входить? Пошли. Помочь? Субтитры делал DimaTorzok Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро птички поют. Добро птички поют. Добро птички поют. Добро птички поют.